День добрый, с вами Смирнова Ирина и в рамках нашего маленького курса мы с вами сегодня продолжим работу с мышкой. Мы познакомились с вами с рабочим столом и панелью задач операционной системы Windows 7. Мышка это манипулятор, которым мы с вами можем выполнять некоторые действия. Действия мы будем выполнять с объектами. Объектами для нас будут являться файлы, папки и программы, с которыми мы познакомились в предыдущем видео. У мышки есть левая кнопка мыши и правая кнопка мыши. Левая кнопка мыши служит в основном для перетаскивания и активации или выбора объектов. Правая кнопка мыши работает исключительно для того, чтобы выбрать контекстное мнение. Давайте обратимся вот к такой иконке, которая есть на рабочем столе. Я уверена, что она у всех абсолютно есть. Эта иконка называется корзина. Аккуратно подводим указатель мыши и видим, что как только мы попадаем на область иконки, иконка выделяется. Но она еще не активна. А вот если мы сейчас кликнем один раз левой кнопкой мыши, то как видите поле, на котором изображена корзина, становится определенного цвета и появляется подсказочка, что же это за файл такой. В данном случае написано, что этот файл используется для временного сохранения файлов и папок, которые были удалены. Чтобы снять выделение данного файла, нам нужно просто вывести указатель мыши на свободное поле, в данном случае рабочий стол, и кликнуть левой кнопкой мыши по рабочему столу. Выделение удаляется. А теперь сделаем другое действие. Подведем указатель мыши к файлу корзина. Нажмем на левую кнопку мыши и не будем ее отпускать. Перетаскивая указатель левой кнопки мыши по рабочему столу, как видите, иконка как бы тянется за этим указателем. Если я сейчас в каком-либо месте отпущу левую кнопку мыши, и как видите, иконка как бы упала на рабочий стол в том месте, где я освободила левую кнопку мыши. Теперь давайте эту иконку перетащим на место. И сделаем следующее действие. Я снимаю активацию иконки, кликнув левой кнопки мыши на свободном поле. Следующее действие, которое мы можем сделать левой кнопкой мыши, как вы знаете, это двойной щелчок. Если я сейчас подведу указатель мыши на иконку корзины и дважды кликну, правильнее сказать, сделаю двойной щелчок, то у меня на экране появляется окно файла корзины. Иначе говоря, любой двойной клик или открывает файл, или запускает программу. Если вы делаете клик на иконке файла, то откроется файл. Если вы сделаете клик на иконке программы, откроется программа. Теперь нам нужно понять, каким же образом файл открывается независимо от выбора какой-либо программы. В предыдущем видео мы говорили, что конкретная программа обычно заточена на открытие конкретных файлов. Так вот, когда вы покупаете компьютер, вы можете сделать выбор. Вы можете купить просто компьютер, то есть железо компьютера, без установки на это железо операционной системы. В данном случае мы говорим о Windows 7. Или можете купить компьютер с уже установленной лицензионной операционной системой Windows 7. То есть, иначе говоря, компьютер не будет работать до тех пор, пока на него не будет установлена данная операционная система. Операционная система на вашем компьютере – это как бы управляющий вашего компьютера. Управляющий при установке создает определенные правила работы. Правила работы таковы. Операционная система договаривается со всеми программами о том, что как только они устанавливаются на компьютер, они должны сообщать операционной системе, какие файлы эти программы могут открывать. Операционная система очень четко знает, где расположены файлы и папки определенных программ. И как только вы кликаете на определенный файл, операционная система четко знает, с помощью какой программы этот файл можно открыть. Например, вам необходимо открыть музыкальный файл, то есть файл с записанной музыкой. Как только вы кликаете на этот файл, операционная система выдает программу, которая работает с музыкальными файлами или аудиофайлами. Итак, мы продолжаем работать с мышью и выполняем следующие действия. Мы познакомились с вами с работой левой кнопки мыши. Теперь поговорим о правой кнопке мыши. Если я сейчас подведу указатель мыши к иконке корзины и кликну правой кнопкой мыши, то у меня открывается контекстное меню. Причем контекстное меню разных файлов будут отличаться друг от друга. Они будут показывать свойства и действия, которые можно сделать именно с этим файлом. Я кликаю на рабочем столе левой кнопкой мыши и контекстное меню пропадает. Мы говорили с вами о том, что рабочий стол это элемент операционной системы Windows 7. Поэтому если я установлю указатель мыши на свободном поле и кликну правой кнопкой мыши, то у меня точно так же появится контекстное меню, которое соответствует контекстному меню свойствам и действиям, которые мы можем производить с рабочим столом операционной системы Windows. Чтобы убрать контекстное меню, выхожу на свободное поле и кликаю левой кнопкой мыши. Вот такие действия, самые простые действия, которые мы можем производить с манипулятором компьютерная мышь. Еще раз подведем итоги. Основные действия с помощью мыши это выбор, перемещение, активация и открытие файлов, папок и программ. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До новых встреч.